Приветствую вас! Вы знаете, читая ваш вопрос, я думал, как лучше вам ответить. Наверное, я всё-таки буду читать ваш текст и, соответственно, давать какие-то рекомендации, какие-то комментарии, да, потому что нужно привести вас к этой вот такой идее, которую я хочу до вас донести, вот. Значит, смотрите, смотрите, вы с моим знакомы 7 лет, из них в браке полтора года. Вам 24 года, ему 42, детей нет. То есть, правильно ли я понимаю, что познакомились вы с мужчиной тогда, когда вам было 17 лет, и, собственно говоря, вот, с тех пор вы с ним как-то вот взаимодействуете, да, с тех пор вы с ним как-то вместе. За это время, что вы вместе, конечно же, вы поменялись, конечно же, вы стали другой, конечно же, вы... Эм... Эм... Ну... Конечно же, вы... Эм... Эм... Изменились, вы... Вы... Подрослели, Да? Навер... Наверное. Эм... Эм... скорее всего ну просто как были ребенком так ребенком и оттали ну изначально как вот было это вот чем обусловлен ваш выбор такого мужчины смотрите вы пишете о том вы пишете о том что значит у вас есть мама отца соответственно вроде как нет либо если он есть то как-то не с вами да соответственно мужская фигура который у вас ну который вот у вас не было мужская фигура скорее всего дополняется купируется вот именно эти мужчины то есть вот то что вы его боготворили то что вы его как бы написали сильно любили связано с тем что в нем вы видели отца видели ну и наверное наверное видите до сих пор потому что по-прежнему пытаетесь пытаетесь наладить отношения с ним вот давайте мы с вами здесь подумаем как следует еще раз чем обусловлен а ваш выбор мужчина такого мужчина всем обусловленный выбор почему почему человек настолько вас старше что не додал вам вас хотят какие у вас отношения с ним с отцом дальше значит так он до меня был женат есть ребенок от первого брака девочка 14 лет когда стали жить вместе он начал меня как я считаю незаслуженно унивать оскорблять руку стал поднимать ну хорошо он стал поднимать на вас руку но вы же это терпели почему-то вы же по какой-то причине это позволяли этому случиться да вы же по какой-то причине не смотря на то что это было не заслуженно как вы говорите а вы же все равно терпели это значит если вы это терпели что-то заставляло вас это делать что-то заставляло вас терпеть вот и подумайте пожалуйста что именно заставляло вас терпеть это не это незаслуженное отношение к себе знаете мужчина ваш мужчина он вел себя так изначально с вами и как это видится мне что не в нем дело не в мужчине вы его таким таким выбрали и скорее всего он изначально таким был вы сами его выбрали просто вы как бы не замечали вы не замечали ам того ам ну вот что ам ну что происходило между вами тем не менее тем не менее тем не менее что-то заставляло вас ам терпеть это все ам вот либо здесь у нас занижена самооценка либо здесь у нас эм страх одиночества либо может быть может быть что-то еще вот Потребности, например, потребность в безопасности, допустим, потребность в сильном мучком плече рядом и так далее. То есть вариантов на самом деле довольно много. Может быть здесь, но то, что вас что-то заставляет с ним быть, это одно значит, вот, заставляло что-то с ним быть. Дальше. Дальше. Так, значит, причины такого поведения разные. Ну, вообще виноваты вы, виноваты вы, да? Вы первые не сказали никакого обидного матерного слова ему. Первое. Ну, зачем? Понимаете? Ага. Зачем вообще вступать в отношения с этим человеком? Вы ему отмечали. Надеялись ему, вероятно, что-то доказать. Для чего? Так. Значит, последняя ссора была в мой день рождения, когда ему показалось, что я наговорился с грубым тоном, после чего ударил в глаз. То есть все подобные ссоры происходили в состоянии алкогольного опьянения, то есть у вас мужчины еще балуются алкоголем, получается, да? Вот. Ну, алкоголик, наверное, или, ну, просто любитель выпить сильно. Вот. Дальше. Значит, после подобных оскорблений никогда не прошло прощения, лишь пару раз сказал, что ему стыдно. А вы, вы сами считаете, что он должен простить прощения у вас? Ведь вы изначально поставили себя так, вы изначально поставили себя таким образом, что зачем, зачем у вас просить прощения? Для чего? Если вы и так принимаете. Ну, если вы и так принимаете его поведение. После последнего ссоры я собрала все вещи и ушла к маме. Что вы чувствовали в тот момент, когда уходили к маме? Какие у вас были ощущения? Какие у вас были чувства? В этот момент. Что, условно говоря, вами двигало? Зачем вы ушли к маме? Своей. Потому что вот складывается ощущение, что вы, ну, забыли сейчас о том, что произошло. Ну, по крайней мере, у меня такое ощущение. Появилось. Завникло. Что вы забыли. Вообще. Из-за чего вы уходили. Да? Вот. Ну, не забыли, но надо вспомнить. Далее. Значит. Прошли две недели. От него никаких попыток помириться. Правильно? Потому что он вас ни во что не ставит. И считает, что вы сами прибежите к нему. Моя мама в шоке. Возле такого видеть его не хочет. А вы считаете, как она права, не брава, что не хочет его видеть. А я не знаю, что мне делать. Да? То есть вы ещё думаете? Вот. После всего того, что произошло, вы ещё думаете? Скажите, а что заставляет вас не знать, что делать? Кстати, отчасти я вас понимаю. Отчасти. Отчасти я понимаю. Вы всю жизнь этого человека любили. Вы всю свою взрослую жизнь, по сути, были с ним. И, как бы, вам тяжело сейчас начинать новую жизнь и так далее. Но, поймите, что вы изначально были в нездоровых отношениях. Ваши нездоровые отношения, нездоровые, они не были здоровыми изначально. Ваши нездоровые отношения, основаны на потребностях. И ваши отношения, и его отношения к вам тоже, основаны на потребностях. И эти потребности, они, они, ну, как бы, удовлетворялись. Но их нужно было удовлетворять постоянно. Понимаете? Постоянно. Всё время. То есть, как бы, как наркотик. Знаете, как наркотик. Вот. А положительно, конструктивно, вы эти потребности не удовлетворяли. То есть, я не знаю, потребностях любви, значимости, может быть, безопасности. Это вот три базовые потребности. Ну, вот. И так далее. Понимаете? В чём дело. Ну, это не здоровые отношения. Когда мужчина женщину бьёт, а женщина терпит. То есть, у неё есть мотив какой-то терпеть. У неё есть какой-то стимул. Знаете? Но этот стимул её же и обесценивает. То есть, нельзя уважать женщину, которая терпит побои. Сам мужчина не будет, не перестанет это делать, потому что для него это, по сути, способ воздействия. А вот. Можно, конечно, посмотреть на то, как вы общались с мамой. То есть, там вот у вас есть, у вас есть, ну, положение на мазохистическую модель поведения. То есть, вам нравится, когда вас так вот принижают, бьют в глубине души. Ага. Потому что так вы избегаете ответственности. А ответственности вы избегаете, потому что не верите в себя, не уверены в себя. Вопрос, конечно, в чём именно не уверены и почему. Но это уже, это уже детали. Это уже детали. Так, делать шаг первый не могу. Ну, естественно, Анна, не можете, потому что и нельзя делать первый шаг. Еле сдерживают себя, чтобы не написать первое. Зачем? Усталости на делать первые шаги. Правильно, независимо от того, виноватый я или нет. Ну, никто не виноват. То есть, вот тут ваша позиция, что вы ищете виноватых, она тоже по-своему деструктивна. Потому что виноватых не бывает. Есть люди, которые имеют свой взгляд, есть как бы принятие, либо непринятие. Вот мужчина вас такой, какая вы есть, не принимал. И он вас подавлял, соответственно. Он так проявлял свои элементы активности. А вы, когда терпели, вы проявляли свои. Но это не те отношения, которые, вообще говоря, могут принести счастье. А если бы ребенок был, он бы видел, как его мать избивают, например. Жду этого шага от него, но не вижу никаких действий. А зачем вы ждете от него шаги? Вот скажите, как вы можете ждать этих шагов от человека, который вас избивал? Унижал, даже на вас явно в день. Ну, вы настолько себя не цените? А что заставляет вас так относиться к себе? Опять же. Хочу все начать с чистого листа. Вы хотите. Вы хотите. Я понимаю. Вы хотите. Вы хотите. Так. А он? Отношения это ведь строит. Два человека, правильно? И... А если он не хочет? Если... Если... Его устраивается... Как... Тогда... Как бы... Ну, как тогда... Ситуация... Складывалась бы. Если... Вот. Ну, если его все устраивает. То есть вы... Как-то вот... Постараетесь этот момент для себя зафиксировать? Это очень важно. Это очень важно. На самом деле. Это очень важно. Чтобы вы... Вот. Осознавали. Эти моменты. Дальше. Он... Если бы он попросил прощения, пообещал, что больше так себя ввести не будет, я бы простил его. Так. Наверное, все еще люблю. Несмотря на все участи, которые мне сделал. Ага. Ну, понимаете, он вам, может быть, и пообещает. Может быть. Может быть, и пообещает. Но... Только... Почему вы верите ему? Как бы... Доверие откуда? Понимаете? Как... Как можно... Можно верить... Человеку? Да? Который... Вас... Ну, вот так вот... Принижал. Вот. То есть, как бы... Тут не слова нужны. Тут нужны видимые изменения. В поведении. Понимаете? Вот. А для чего вы хотите к нему вернуться? Вот именно вы. Вы... Именно вы за чем хотите к нему вернуться? Чтобы... Что... Сделать? Именно вы. Вы... Меня интересует... Вопрос. Вот. Для чего именно вы... Хотите к нему вернуться? Опять же, вопрос. Что вам медведь... В этой... Ну, вот в этой ситуации. Потому что... Ну... Ситуация такова, что... Как бы... Вы... Сами себе... Эм... Вредительнее. Вы опять хотите поместить... Поместить себя... Эм... В ту ситуацию, с которой вырвались. По су... По сути дела. Вот. Поэтому... Сначала... Сначала... Сперва... А... Я думаю, что... Нужно... Чтобы мужчина... Эм... Показал... Что он действительно... Готов... Менять. Сначала нужно, чтобы он... Обратился... К психологу... Обязательно. Работал с ним. Чтобы вы... Обратились к психологу. Поработали с ним. И вот только потом... Только тогда... Можно будет о чем поговорить. А пока нельзя. Пока нельзя. Потому что... Пока... Ситуация складывается вот так... Ничего не изменится. Вам нужно это понять. Что... Ничего не изменится. Далее. Вместе с тем... Вместе с тем... Я не уверен... Что он меня любит... Потому что не делает... Никаких попыток примирения. Он вас не любил... Скорее всего... Изначально. Либо... Он любит вас определенной... Нездоровой любовью... Так сказать... Садистской. И... Любит только... Когда причиняет вам боль. По-другому... Он... Чувства... Выражаться свои не умеет. Понимаете? Мужчина ваш садист. И... Как любой садист, у него нет... Кхм... Другого способа... Выражаться свои чувства. Кроме... Кроме причинения боли. Вам. По сути. Вот и вот и все. Вот и все. Так. Пожалуйста, помогите мне. Подскажите, как мне спасти брак, и стоит ли его спасать. А... Вам... Брак в том виде, в каком... Он есть сейчас... Спасать не стоит. У вас появилась уникальная возможность... Поработать над собой. У вас появилась уникальная возможность... Увидеть... Увидеть... Себя. Ну... Немножучко... ...в другой стороны. У... У вас появилась... Уникальнейшая возможность... Поработать... поработать над тем... чтобы вот то, что с вами случилось сейчас, то, что вот с вами происходило, чтобы это больше никогда не повторилось, у вас есть действительно уникальная возможность. Поэтому я не рекомендовал бы вам эту возможность упускать. Поработайте над этим. Ну, в этом направлении поработайте. Выберите себе психолога, разберите с ним семейные отношения свои, выберите с ним, разберите с ним отношения с мужем, вот, и так далее. То есть, эм, вот так вот действуете. И поработав с психологом, поработав с ним, ну, вы уже как-то будете, собственно, лучше представлять себе, кто вы, какая вы, настоящая, эм, что вы из себя представляете, и так далее. И тогда решите, нужен вам мужчина, нужен вам такой муж или нет. На этом всё. Надеюсь, помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова ... Продолжение следует...